Всем привет! Ну что, тут у нас опять соловьиный помет, раскукорекался вовсю. Ну понятно, это он постоянно делает, но тут он уже совсем перешел черту. Вот послушайте, что он говорит про нашего президента. Еще, есть еще пятая точка, которую он не поцеловал. Это ничего не значит. Еще раз говорю. То есть мы будем сужать... Есть еще хоть одна пятая точка, которую он не поцеловал. Вы знаете, уже вот шесть лет соловей льет помой на Украину. И меня точно сложно заподозрить в любви к Зеленскому. Но это наш президент, и нам его критиковать, а не российскому пропагандисту. Про Путина, так сказать, кишка-то тонка. Поэтому он рассказывает только про Украину. В России-то все потрясающе, там никаких вопросов нет. В общем, нужно, конечно, этому парню напомнить кое-что. А вот вы послушайте, что он раньше говорил. Что у журналистов, как у депутатов, есть обязательства не друг перед другом, а только перед зрителями, только перед избирателями. Поэтому здесь речь даже не только и не столько о солидарности, сколько о нашей обязанности перед нашими зрителями сделать все возможное, чтобы у них было право выбора. Ты можешь выбирать, и можешь не выбирать. И не президенту Путину этого лишать. Мы не колесики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек, тем более журналисту новой формации. Нельзя позволять хамам брать власть над собой. Представляете, какое падение, как путинская нефтяная вакцина действует на людей, и до чего они доходят. Но ничего, жжет у него, конечно, сейчас пятую точку страшно, потому что он понимает, что скоро будет закрыт ему уже окончательно въезд на его дачку на озере Кома. Как вы помните, я обратился в СБУ, и они открыли дело по Соловьеву. Там, конечно, все идет не так быстро, как хотелось бы, но идет. Я думаю, что будут скоро ему там сюрпризы. В ближайшее время я еще встречаюсь с итальянскими дипломатами и передаю письмо в посольство Италии, где мы информируем обо всем этом. И очень важно для нас, для чего нам это дело в СБУ. Понятно, что в Украину он не приедет дать показания, покаяться. Но вот в Европу-то ему очень хочется. А вот там его объявить в розыск по линии Интерпола. И чтобы только он туда дернется, и прихватить его. И итальянцам мы все это расскажем. И я надеюсь, что они тоже дадут оценку этому гнусному пропагандисту. И доступ к его датчике на озере Кома, который он там на грязные деньги, кровавые деньги, потому что он столько крови пролил по миру своей пропагандой. Убил людей больше, чем многие российские военные. И путинские боевики, и всякие вагнеровцы. Вот он, наемник Вагнера, такой с соловьином в своем стиле. Добавляет туда своих трелей, а на самом деле убивает людей. Так вот, за все это ему придется еще ответить. Держим строй, друзья!